Как вы думаете, что едят сталкеры? Сталкеры жарят ворон. Уровень фантазии. Коты-имитаторы. Вот так. Очередные инопланетяне. Спасибо, Рома. Типа, ну вот, вот так вот вышло. Но есть рванцы. Штампы голливудские есть и в этой книге, к сожалению, тоже. А что, он такой, типа, ганонных наебывает. Собираем сталкеров-тарков. В подземельях, вы знаете, в книгах по сталкеру происходит всякое... У него есть с собой лебёдка. Чё не попутал, Костя? Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте, господа. Это обзор серии книг сталкер. И на очереди у нас книга Романа Глушкова «Полодная кровь». Сегодня также обозреем её. Вначале поговорим про обложку. Немножко поговорим про сюжет, про общие какие-то моменты. Потом будет детальный разбор каждой главы. И после сделаем выводы. А также в этом выпуске я задействую игру тарков, потому что наш герой несёт на себе очень много всяких причудливых штук, которые есть в таркове. И посмотрим, какой вес он с собой протащил в течение недели. Я думаю, это будет интересно. Но мы приступаем. Обложка книги. Одна из самых лучших, наверное, книг, которые есть в серии сталкер. Но не лучше «Мечты на поражение». У эпицентра «Удачи» тоже красивая обложка. Хуже неё есть, конечно, обложки. Это песочные часы, это контрольный выброс. Обложка передаёт эпизод сюжета. Хоть и с некоторыми неточностями, но композиционно она мне нравится. Здесь виден сталкер. Ну, или главный герой, да. Который стоит в той локации, которая будет описана, собственно говоря, в самой книге. Также на поясе у него лежит BC-3GD граната. Но её там не будет, потому что он пользуется совершенно другими гранатами. Там новые гранаты какие-то вышли, я не знаю. Автоматическая винтовка, да, у него там немножко другая. Там типа ауга, что-то с подствольником, такая штука. Мы её отдельно, кстати, разберём. Ну и, собственно говоря, вот. Обложка в целом хорошая, привлекательная. Вопросов нет. Главный герой. Кальтер. Вообще, по ходу книги у него много имён появится разных. Его автор самыми разными именами будет называть. Он работник некого ведомства. Ведомство за главные буквы. Конторка, конечно, та ещё, но, в общем, что-то околовоенного. Чел, как я уже упомянул ранее, нашпигованный всякими штуками, забрасывается в зону. Но благодаря автору у книги есть главный герой. Наблюдать за этим интересно. А автор, собственно говоря, Роман Глушков из Новосибирской области. К слову, по сталкеру написал две книги. Это «Холодная кровь» и у неё есть продолжение «Свинцовый закат», которая, кстати, у меня есть, и я смогу её прочитать. Также он писал ещё в разных сериях после сталкерских, типа «Сезон катастроф», «Реалити». Но это вообще всё сущий мрак. Я с этим знакомиться даже не собираюсь. По образованию он вроде как слесарь. Вообще, Роман пишет хорошо. Но не без изъянов. Но пишет же, в отличие от ранее обозреваемых нами с вами книг. Кстати, фотографии находил такой здоровый мощный дядька. Возраст не найден. Всё. Эта инфа, наверное, очень важна для вас, поэтому я её рассказал. Сначала расскажу сюжет коротко, а потом детально со всеми спойлерами и, в общем, со всеми приколами, не приколами, хорошими моментами, плохими расскажу отдельно. Бухгальтера, значит, задание у главного героя. Ему нужно уничтожить некую ПРК. Пусковой ракетный комплекс. Вот. Который крепится на вертолёт. А потому что этот ПРК собирается купить клан Монолит для того, чтобы уничтожить Небесного Паука, который заспавнился над Рыжим Лесом. Такая непонятная штука, очень высокая. И, собственно говоря, вот такая завязка. И выжигатель мозгов как бы не работает. И началась там война под четвёртым энергоблоком. Ну, то есть, немножко такое, типа, где у нас контрольный выброс или в песочных часах? Контрольный выброс, такая тема была. Вот. Ну и, собственно говоря, его то отправляют выполнять задание. А у него там уже послужной список достаточно большой. И вот его по поддельным документам, что он якобы особист, отправляют в зону. Ещё расскажу немножко про героев сначала. Значит, помимо Кальтера в книге фигурирует Сидорович. Фигурируют некоторые его коллеги, которые с ним выходят на связь. Про которых он рассказывает, как они его готовили. Не всех героев я упомянул. Он будет взаимодействовать с генералом Воронином из долга. Он будет взаимодействовать с некоторыми монолитовцами. И, собственно говоря, наверное, ну, по героям всё. Там героев не так много, на самом деле. Именно персонализованных героев, не врагов. Есть ещё один герой главный. Но я про него рассказывать не буду, чтобы не задействовать спойлеры. А вот теперь для тех, кто готов слушать, смотрим дальше. Тех, кто не готов слушать и готов перейти сразу к выводам и некоторой итогу книги, да, о чём она, то, собственно говоря, мотайте вот на вот эту цифру. Ну, а мы с вами поехали. Выводы будут в конце. Сюжет. Нас практически сразу встречает хороший текст в книге. И, собственно говоря, главный герой, кальтер. Его забрасывают по документам особисто, по военным документам, где на любом посту его как бы пропустят. Как я уже сказал, задание у него уничтожить ПРК Пургаде. Он называется, значит, ПРК Пургаде. Уничтожить и там вынить плату. Ну, а чтобы это сделать, надо прибыть на кое-какую сделку, которая будет проводиться между военными и монолитом. Ага. А она будет на ней игропробе. Но детально я про это ещё расскажу. Его готовили к зоне, вот, чтобы туда отправиться. Готовили долго. И сквозь книгу это постоянно будет напоминать, как его готовили. То есть он постоянно будет об этом, автор будет постоянно посвящать нас в эти детали. Это нехорошо, неплохо. В общем, это есть. Он постоянно упоминает такую штуку, типа, нас этому обучали. Нас этому учили. А в ходе в зону он рассказывает, как убивает полдюжины собак. После ранее прочитанных книг, как бы, ну, ничего такого. Ну, убил и убил, да? Мы с вами и по хлещей истории слышали. Он ещё убил псевдоплоть. Псевдоплоть описана как такой, ну, достаточно такой миру опасный мутант. Угу. Вроде всё нормально. Потом интересный факт. Собак. Глушков рассказывает, что собак обучали сталкерству. На 11-й странице. Поехали. Майору даже не пришлось стрелять. Ход мысли безглазых собачьих сработал в правильном направлении. Кто-то из сталкеров явно научил эту стаю облезлых хищников уму-разуму. Лишний раз подтвердив постулат дедушки Павлова об условленных рефлексах. Не просто собак обучают, а слепых псов. Вот. Кто-то там что-то собак слепых чему-то смог научить. Ну, ладно. Это не так кошмарно, что мы видели в ранее прочитанных книгах. Хорошо. Но прикол защита. Далее. Про оружие Кальтера. Разберём отдельно. Оружие у него непростое. На 12-й странице. И если бы он не уложил монстра из своей компактной ВМК 3.0, оснащённой интегрированным глушителем и многофункциональной подствольной ракетницей, Севдоплот налетела бы на неё на Кальтера и переломала ему ребра и оттаптала почки. И только почки оттаптывают. Больше ничего. Но дело даже не в этом. Дело в том, что ВМК это такая... Это был систем Булбаб. Некий АУК, на который установлен подствольник. Но авторы, значит, Сталкера, они у нас любят ракетницы непосредственно под стволом размещать, как консоль на каком-то самолёте. Почему нет? И вот реактивные гранатомёты, то, что мы вот в этом самом контрольном выбросе читали здесь, это тоже присутствует. Но окупается всем, ещё раз скажу, всё это тем, что Глушков хорошо пишет. Неплохо. Увязывается. Ну так вот. Оружие Кальтера. А вообще мы по ходу книги будем очень часто его инвентарь раскрывать. Там много всяких штук прикольных. Это ВМК уникальная штука, это ещё не так страшно. И дальше сразу у нас он выходит. Значит, он попал, отстрелял собак. Он идёт к кордону и видит там сталкеров, по-моему, или бандитов, по-моему, в каком-то здании небольшом. И он, значит, достаёт прослушку в виде направленного микрофона и слушает, о чём они там говорят. Это абсолютно необходимая вещь. Самое интересное, что он ей используется всего один раз, это вот в этом моменте на кордоне. Потом она ему больше будет не нужна отыскать, он будет всю дорогу её. Ну, как бы такое, да? Убил псевдособаку он потом, после шёл, когда он дальше пошёл. То есть он идёт к Сидоровичу, вот. Как он убивал псевдособаку, у него есть баллончик от собак. Специальная разработка. То есть ещё, да? Но мы отдельно потом в Таркову зайдём, натолкаем полный рюкзак. Посмотрим, как он с этим пойдёт. Вот, Снорк на кордоне встречается уже непосредственно недалеко от кордона, он встречает Снорка. Ага. Теснительный Снорк, он не сразу нападает на него. Но самое интересное, что Снорк делает на кордоне. Там их по лору, по-моему, нет. Как он там появился, фиг его знать. Ну, опять же, пишите в комментарии, видели ли вы в игре такое, чтобы Снорки были на кордоне. Ну, если это не мод. Ну, в оригинальных трёх частях, пожалуйста, пояснительную бригаду мне. Операция высчитана в процентах, на которые он идёт. И, ну, о Снорках как бы инфы не было. То есть, его готовили, готовили, готовили. Всё высчитали в процентах вероятность успеха. Но про Снорков ему никто не рассказал. Вот так. Интересная подготовка была. Дальше наступает вторая глава. Пение Сидоровича, которое слышно на весь кордон, на 27-й странице присутствует. Вот и вчера, когда над южным кордоном вновь раздалось хриплое и фальшивое пение Сидоровича. Шустрый, именно он караулил барыгу на этом неделе, дав волку возможность отлучиться на поиск артефактов, решил воспользоваться моментом и заняться более приятной работёнкой. То есть, там вообще, ну, то есть, он сидит в подвале, а там все вокруг слышат, как он поёт. Ну вот. И, как бы, автор описывает, что, как бы, он бывает, взлетает, короче, на несколько дней и начинает херачить, короче, в одяру. Ну ладно. Сидорович является внештатным осведомителем Бедомства, на которое работает Кальтер. Угу. До этого нам говорили, что он, как бы, помните, в контрольном выбросе, по-моему, он бывший сталкер. А здесь он будет бывший прапорщик. Ну, там у нас контрольный выброс. Кто написал? Андрей Левадный. Угу. Андрей Левадный. Ну, будем больше доверять Глушкову. Пусть будет он внештатный осведомитель. Дальше будем серию книг читать. Интересно, что там ещё появится. Вообще, глава хорошая. Написано тоже хорошо. Он, значит, заходит к Сидоровичу. Я не просто так зачитал, что тот отвлекается. То есть, он заходит к Сидоровичу и, собственно говоря, там рассказывается немножко про Сидоровича. Что про Мечного немного есть. Про то, что он скинул фотографии Сидоровичу. Про то, что там сейчас творится у 4-го энергоблока, когда там идёт война. Угу. Вот. И война вообще идёт. Он про это, как бы, всё описывает. Глушков, как бы, находясь в комнате убежища Сидоровича в подвале. Потом там хороший момент про Рассол. То есть, Глушков описывает роман неплохо, отлично пишет про Сидоровича. Описание такое. Вообще, ему классно удаётся это делать. Вот. Он потом эту банку уронит. Татуировка. Отпугивающий взгляд тут появляется. То есть, Кальтер заходит к нему. Его не представили. Он прошёл мимо охраны. А он заходит к нему. И Сидорович не может на него смотреть, потому что у него изображена некая татуировка. Аль Шадада. Чё-то такое, короче. Старый ассоциинский знак. И на него невозможно смотреть. Поэтому постоянно люди откуда-то двоят в глаза. То есть, у агента на лице постоянно присутствует какая-то штука. Вот. И он с ней выполняет задание. Это тоже забавно. Ну, то есть, его инкогнито абсолютное. Пароль при встрече абсолютно идиотский. На 45-й странице вот они встречаются, да? Угу. Чудная зона при тихой погоде. Заговорил, наконец, посетитель, проранив странную на первый взгляд фразу. Однако Сидорович не удивился такому приветствую и незамедлительно ответил. Ни всякая птица долетит до середины Припяти. Чё, бля, бля. Ну, бред какой-то, короче. И, выдержав паузу, полюбопытствовал. Всё в порядке? Ну, это как бы, ну, херовый момент, по-моему. Не очень, не очень. Вот. Дальше идём. Сидорович, как я сказал, уже прапорщик. Вот. И тут, кстати, отсылка к Таркову. Мне так кажется. Я не просто так как-то на одном из стримов по Таркову говорил такую штуку, что вообще мне прапор сильно напоминает Сидоровича. Угу. И, скорее всего, локация посёлок в Таркове, это будет что-то вроде кордона. И там, скорее всего, будет прапорщик, как Сидорович на кордоне. Вот. Такой прогноз я, в принципе, делаю. Вообще, они, сталкерские нотки в Таркове есть. Вот. И обратите на это внимание, это будет интересно. Он, значит, заваривает чай болотного доктора. Они пьют, разговаривают. Сидорович им рассказывает про информацию про сделку по ПРК, Пургарде. Вот. И где, и как, и что это будет, и во сколько проходить. Он же осведомитель. И всё. Начинается третья глава. Значит, идея засады на ней агропром и с катакомб. То есть, он план такой. Значит, кальтер хочет спуститься в подземелье на свалке и пройти к агропрому, на агропроме вылезти и, собственно, сделать своё задание, выполнить. Пока он идёт до свалки, он встречается с Калбаном. Бой с Калбаном начинается. Хорошо описан. Но, сука, появляется ещё один инвентарный предмет, которым вооружён кальтер. Это дротик. 59-я страница. Значит, первый раунд был. Потом во втором раунде этой маленькой кориды интрудер. Это ещё одно название, кстати, интрудер. Интрудер, ещё одно именование кальтера. Решил изменить правила, выждав, когда упоротый мутант. Упорный мутант приблизится, кальтер пальнул в него из подствольной ракетницы. Блин. Дротиком с разрывным наконечником. Загоди приготовленным майором как раз для самых неугомонных представителей местной фауны. Ну, то есть, вот такая ещё тема у него была с собой. День пути у него занял от кордона до свалки. У него имеется читерский ПДА, по которому, как в контрольном выбросе, они видят себя. Он видит себя. Видит других, но они его не видят. Ну, это как бы уже становится такое, типа, нео-каноном сталкера, который мы с вами разбираем. Хотя, каноном, по-моему, это не является. Но, типа, наделяют своих героев некими сверхспособностями. Ну, ладно, пусть будет так. Читерский ПДА. Он подбирает секс-валки, видит там сталкеров, которые расположились на привал. И самое интересное, как вы думаете, что едят сталкеры? Сталкеры жарят ворону. Вторая страница. Стараясь не примять траву, скрывающую его от сталкеров, жарящих на костре вороньи и тушки. Кальтер наскоро сжевал несколько фирменных галет. Ну, если кальтер нормальную хавку ест, а почему-то сталкеры до ворон докатились, непонятно. Хотя от кордона недалеко можно купить как бы еды. Ну, вот вороньи и тушки жарят. Ну, ладно, хорошо. Допустим. Значит, он ночует, он подбирается к вагончику, где они ночуют, забирается как бы под него. Очень, кстати, хитро придумано, очень хорошо описано. Он не стал ночевать под техникой, потому что это менее безопасно. Ну, в принципе, всё логично. Он ночует, и утром там начинается бой. На свалку приходят бандиты. Боёвка написана хорошо, он из этого боя выходит, даже убивает кое-кого, уходит в сторону. Бандит его видел погибли, но он не так много убил. Там аккуратно всё написано. Сталкер вообще не в курсе, кто там был. Далее он добирается до не агропрома. То есть, находит туннель, спускается в него. У него есть с собой лебёдка. Лебёдка, значит, он по лебёдке спускается, зависает и смотрит. Нет никаких сюрпризов, нет никаких ловушек. Молодец. У него стоит баллончик, значит, ещё один баллончик. И этот самый аэрозоль для растяжек, который наносится на места и просвечивает лески от этих самых, от растяжек. Ну и ещё один забавный предмет, который, блядь, бесполезный. Он больше его не будет использовать тоже, кстати, как прослушивающее устройство. А лебёдка, по-моему, ему ещё пригодится. Также у него есть ПНВ Ноктюрн. И он замечает аномалии. Вот он его там тоже юзает. Хорошо, хорошо. Одна четвёртая разобрана. Наркоманы в подземельях, значит, он проходит ловушки и находит там людей. Ну вот, эти люди, это бандиты, и они вроде как ещё живы, но уже нет. Такого ещё не было. Но в подземельях, вы знаете, в Сталкере, в книгах по Сталкеру происходит всякая хуйня. Поэтому, как бы, вот он находит там обдолбанных бандитов. Находит металлическую дверь, через которую ему надо пройти. Бандитов он убивает, этих обдолбанных. Ловушки он эти оставляет пока. И начинается четвёртая глава. Сначала идёт воспоминание про обучение. Потом начинается преодоление аномалии. В коридоре появляются и куда он дальше прошёл аномалии. И, значит, он видит провод, кабель обесточенный. И по этому проводу над аномалиями он ползёт. Но мы это видели, да, в своих песочных часах. Там, правда, липучки были. Там вообще не за что было зацепиться. Но тут тоже такое. Ну хотя, когда читаешь, на самом деле всё реалистично. Не так, как у недороба там или у левадного. Не дай бог. Вот. Нормально написано. Увлекательно хочется верить. Тоже, да, такая себе затея. Ну вот он по потолку, значит, пролезает. Аномалии какие-то внизу поджидают его. Это Кисель, Электро и что-то там про карусель было. Ну, по-моему, карусель это он вообще в целом просто там так в проброс был. Нашёл он в конце туннеля двух кровососов, которые орут за дверью. Опять двух, да. Ну, у нас это было ещё и у Калугина в мечте на поражение. Ну и вообще в целом, да, не первый раз там и три кровососа были. Там у левадного в контрольном выбросе. Ну, то есть, опять они ходят почему-то парой с Тамарой. Он бросает сверхновую светошумовую. Разрывная. Проходит дальше. Он начинает с ними воевать. Подствольный картечи он начинает стрелять. То есть, у него подствольный универсальный штук. Туда можно зарядить всё, что угодно, вплоть до вилок. Ну и то есть, он стреляет с этими двумя кровососами. И вот в магазине БМК осталось очень мало патронов, чтобы задержать кровососа. Поэтому пришлось пустить в ход резервное оружие, заблаговременно подготовленное для боя в замкнутом пространстве катакомб. Ошарашенный картечью мутант быстро пришёл в себя, но человек уже не маячил перед ним, а улепетовал в сторону большого и глубокого бассейна. Ну и бассейн у нас с ним покончит, как бы. Где-то в глубине он услышит оручего контролёра. И на какой-то миг он даже захватит его подсознание, но ненадолго. Ну вот, оручий контролёр вообще очень интересная штука. Ни разу не слышал по лору, чтобы контролёр что-то там орал. Всегда наоборот его не слышно, потом сталкер напарывается на его воздействие. Тоже такое, не совсем лорная штука. Он нашёл выход, вернулся назад, то есть дошёл до конца катакомб, где не агропром. Разминировал мины, которые он там нашёл, растяжки. Заблокировал дверь, поел, поспал, переждал первый выброс. И дальше начинается пятая глава. Оручий в катакомбах контролёр по-прежнему на 117 странице. Ещё раз упоминается уже второй раз. На 117 странице про него написано. Помимо двух обособленных комплексов, здание не агропром был также известен своими катакомбами. Подземными коммуникациями, соединяющими научный центр с хозяйственной базой. Соваться вглубь мрачных тоннелей не решались даже военные. Где-то во тьме катакомб обитал мутант-контролёр, чьё жуткое забывание то и дело нервировало миротворцев. Ну то есть... А-а-а-а! А-а-а-а! Со своими контрактниками, которые тоже участвуют в этой сделке и оставились по контракту короче-таки коррумпированные военные. Едут на агропром, чтобы заключить сделку. Там описывается всё дело от их лица. Он, значит, связывается перед тем, как заехать на агропром. Заезжает и никого нет на агропроме. А-а-а! Начинается обыск, они находят трупы в колодце. Ну то есть подозрительная тишина, написано всё тоже очень хорошо. Потом начинают они всё шмонать, случается взрыв здания, подрывается часть людей его. Потом они едут на двух БТРах и грузовике, ну приезжают туда. Вот и грузовик взрывается, значит, постепенно во время боя. То есть они не могут найти, откуда ведётся огонь. То есть он идёт с разных точек периодически, с большими паузами. Потом подрывается какой-то непонятной ракетницей один БТР, потом второй. Второй, причём пытался свалить, он застрял в заборе, и кто-то его подбил. Написано тоже очень хорошо. И часть, значит, этих Чупренко, этот капитан, говорит, посваливайте, позовите подкрепление, они сваливают эти контрактники. Он остаётся один, орёт, значит, где-то там что. Ну он разъявлённый, короче, вот так вот. Ммм, с монолитовцами дрожил парень. Вот, ну и, значит, в шестой главе убийства Назара Чупренко этого происходит. Потом что-то там про нимб, 147-я страница. И умолк навеки, стукнувшись, прострелянный в упор головой об асфальт, лужа крови, вытекающий из развороченного затылка капитана, начала, капитан, ну всё-таки, начала разливаться вокруг его головы, словно зловещий магровый нимб. А, ну да, стрёмная тема, короче. Ну вот, самый, что ни на есть подходящий нимб для искупившего свою вину грешник. Короче, ну вот эта слабая штука, и выписал, потому что немножко она такая, как бы, наигранная тема. Вероятность накрыть всю лавочку сразу, 150-я страница. Тут как бы такая штука, описание тоже такое немного наивное. Ну там ничего такого, просто он размышляет, что, типа, вообще хорошо было бы, что когда будет сделка, типа, накрыть всех сразу, типа, еще и монолитовцев убить. Он так бы одного всех перебил. Но, опять, хорошо написано, хорошо написано, увлекательно читать, поэтому, как бы, не будем сильно, как бы, стебаться над этим. Но фантастика, фантастика. Миниатюрное прослушивающее устройство. То есть, там немножко рассказывается, как он это всё устроил. Он выставил миниатюрное прослушивающее устройство в казарме, где был взрыв. Вот, где, кстати, Чупренко готовили кофе до приезда, потому что перед тем, как туда заехать, он связывался с не агропромом, типа, поставьте мне кофе. Поэтому он был такой спокойный. Вот. Далее. Он там поставил всё, прослушал, как бы, и потом их атаковал на подъезде к этому колонии. То есть, он слышал, когда Чупренко доложил, чтобы не было никаких подозрений. Он зачистил там за несколько минут, там, за минут 15, да, зачистил весь не агропром от караула. Нормально. Выжигатель мозгов создал клан Монолит. На 151-й странице это написано. Ну, то есть, там, в том числе, торчащий над Рыжим лесом загадочная агрессивная цитадель была для хозяина этих территорий. Монолит – это вот небесный паук, да, который, собственно, с Пургидео собираются атаковать. Станция, что занимала эреспондентную статуя, являлась для Монолита стратегически важным объектом. Именно на базе РЛС сектан некогда соорудила тот самый выжигатель мозгов. Источник вредоносного пси-излучения, что не позволял тайнария. Ну, и вообще, ходят слухи, что, типа, вообще, Монолит, как бы. Есть, значит, вот этот небесный паук, который позволяет пройти к Монолиту, потому что выжигатель не работает. Вот это ещё один факт упоминается. Кальтер, значит, минирует после зачистки ракеты и из установки вытаскивает компьютерную плату, которая, собственно, управляет этой штукой. Прилетает вертолёт. Он думает, что это военные. Опять он пользуется кумулятированными ракетами из подствольника. Вот, который, как в контрольном выбросе, 154-я страница написана. Если хотите, прочитайте. Вот, уже зачитывать не буду. То есть, мы знаем, как это всё работает. Отвлекающий манёвр кирпичом. Ну, тут боёвка немножко начинает проваливаться. И разрушать первичные впечатления. Потому что, ну, немного наивно это всё становится. И это минус, кстати, этого автора. Я в выводах об этом скажу, в чём минус. Итак, 155-я страница. Идва очередная снайперская пуля чиркнула по бетону. Кальтер швырнул подвернувшийся под руку кирпич высокую траву, что росла рядом с плитами. И куда планомерно выгоняли жертву вертолётчики. В следующий миг туда же ударило несколько пуль. Стрелок оперативно среагировал на подозрительное ошевеление. Благодаря полагаю, что противника издали нервы. И он кинулся к новому убежищу. Ну, то есть, абсолютно такая наивная штука. Абсолютно как бы неправдоподобная хуйня. То есть, кирпич. И тут же он к чё-нибудь писи, что ли, какой-то. Не знаю. Как бы очень-очень-очень странно. Кальтеру не удаётся взорвать эти штуки. Ну, то есть, он их заминировал. Вот, ему приходится убегать оттуда. Он хочет их ещё взорвать. То есть, плату он достал. И заминировал ракеты. Он покидает игропром. То есть, под огонь. И тут мины не срабатывают. Потому что из вертолёта выбрасывают артефакт. Который не даёт, как бы, сдетонировать. Его начинают преследовать кальтера в лесополосе. Боёвка в лесу хорошая. Кальтер, значит, выбегает из этой лесополосы. И проваливается в колодец. Ой, бля! Дай мидра, бля! Вообще, у сталкеров, у них какие-то, блядь, проблемы с подземными коммуникациями. Это факт. Мы уже поняли, да? Песочные часы, контрольный выброс, эпицентр удачи. То есть, ну, как бы, понятно, да? Вот. И у них проблемы там начинаются. И у них это нездоровое к ним отношение, честно говоря. А в колодец летят гранаты. Ну, то есть, начинается зачистка. Блядь, тазар! Я за них вылезу, я бы нахуй забью, блядь! А ты, сука! Я вас, сука, я бужики бужики! Я не вылезу и нахуй. Кальтер вспоминает про ещё одну деталь своего инвентаря. Это раскладная кошка. Вот, на 170-й странице. То есть, по которой он хочет там... По которой хочет обратно подняться. Есть лебёдка, ну, есть кошка. Ладно, чем они отличаются, хер знает. По кальтеру виднее. Тут снова появляется в этой шахте, в этом колодце. То есть, там как идёт колодец. Потом, как бы, там какой-то, видимо, площадка какая-то внизу. Он снова чувствует там чужой ветер. Чужой ветер он, кстати, почувствовал ещё в самом начале. И вот этот чужой ветер его очень сильно нагнетает. Как бы, пугает. И после этого чужого ветра у него начинается ощущение продрабленных щёк. 171-я страница. Абиб Ибн Заххайр. Внезапно донёсся до интродера хрипта с проективным подсвистом голос. Создавалось впечатление, что у говорившего надрезанные голосовые связки и продрабленные щёки. А, ну не у него, но он подумал, что такое. Как это так? Ну, то есть, это определённый опыт должен быть, чтобы такое представление иметь, что как будто щёки продрабленные и надрезанные голосовые связки. Блин, ну ладно, хорошо, пусть будет так. Кстати, да, в этом подземелье был контролёр. Вот этот вот шум, это свистящее, это был контролёр. Это я сейчас уже записываю после, потому что потом вспомнил, что забыл сказать. И он этого контролёра из подствольника убивает. Далее начинается седьмая глава. Проходят сутки. Рассказ начинается с того, что есть некий полковник Петренко из Долга, и вот он размышляет о том, что случилось на Негропробе. То есть, у него догадки, что там всё-таки было, кто с кем дрался и так далее. То есть, уже это событие разлетелось по зоне. Вот. Он размышляет о свободе после вот этой войны, которая была у четвёртого энергоплога. А эти свободовцы живут в катакомбах Х-18. Ну и судя по контрольному выбросу и песочным часам, как бы, опять же, можно представить, как у ребят там протекает жизнь. У них вот у свободовцы самое весёлое происходит. Вот в книге как бы события идут, да, но я думаю, что там самое весёлое было там. А вообще идея хорошая. То есть, например, вычистить эти катакомбы, да, и по принципу Таркова делать там убежище себе и базы. И от выброса постоянно защита есть и так далее. То есть, очень удобно. Значит, также он размышляет про сбитое НЛО на военных складах, которое тоже произошло на днях. НЛО, значит, появляется. Что-то сбили. Вот. Сбили вроде как монолитчики на военных складах, потому что они там сейчас находятся. И в сталкерскую сеть заходит, значит, пока у него есть минутка. И, значит, смотрит объявление от монолитовцев, что они ищут некого типа, за голову которого готовы хорошо заплатить. Ну, хорошо. Кальтер пробирается на базу долго. Петренко. Но Петренко на него тоже смотреть не может. Упор из-за этого его то-само Альшадада на лице. Ну, вот. Петренко тоже работал в ведомстве, в котором работает Кальтер. Тоже интересная штука. Я, кстати, не знаю, есть ли Петренко в игре. По-моему, Воронин есть, да? Ну, и, собственно говоря, вот такая вот тема. Они начинают беседовать. Значит, Кальтер на этот момент 4... Четверо суток в зоне. Ну, вот. Ну, нормально. В целом время течет в книге. Хорошо. Он просит у них помощи. А они просят помощи у него. Ну, потому что задание, как бы, до конца не выполнено. Плату он забрал, а ракету надо еще взорвать. Квест от Долга. Ну, то есть, дает ему генерал Воронин убить некого Гурона из Монолита. Опа! Здравствуйте. А у нас Гурон был в контрольном выбросе. Андрюхи Левадного, да? И он там погиб. Но он был обычным сталкером. А тут некий Гурон, это Монолитовец. Вот так. С одной стороны, это доказывает еще раз, что авторы книги друг друга не читали. А с другой стороны, как бы, ну и уровень фантазии. Хотя, вот этот Гурон, кстати, более, как бы, такой цельный и более обоснованно его никнейм, да, чем в контрольном выбросе. Кстати, надо посмотреть, что у нас раньше контрольный выброс был. Ну, издался. Или, собственно говоря, холодная кровь. По-моему, холодная кровь была раньше. Но Андрей Левадный, как бы, если он позже выяснил, я тут напишу, да или нет, позже или нет. С Андрея Левадного взятки-хватки. 197-я страница, я дам вам в поддержку трех отличных бойцов, но за это вы должны будете помочь им ликвидировать одного важного Монолитовца по прозвищу Гурон. Ну, то есть, он помочь ему хочет. Значит, про план я расскажу, как это будет, зачем он ему дает трех бойцов. Ну, и вот, собственно, этот Гурон. И на 97-98 странице рассказывают, кто создал, собственно говоря, зону. Есть мнение, что об этом неизвестно даже самим сектантам, большинство из которых считает, будто им повелевает их одушевленный фетиш. Исполнитель желаний, пояснили вместо командира полковник Петренко. Но это лишь домослый долг придерживается версии, что Монолитом руководят те люди, которые ответственны за второй выброс в зоне. Насколько они теперь люди, сказать трудно, но исключено, что все они давно превратились в мутантов. Не исключено. Наподобие контролера. Но то, что зону создали не инопланетяне, пришельцы из иного мира, это однозначно. Ну, то есть, еще такой вброс. Очередная догадка. Им, по-моему, хохма очередная нужна. План и варианты для того, чтобы уничтожить ракеты. Короче, описывают разные, в итоге, значит, такой план. Типа, долговцы переодеваются в сводников, а это наемники. И типа, они Кальтера поймали, предлагают Монолитовцам сделку. Сделка, обмен на кучу ящиков артефактов. Ага, хорошо. Допустим. Вот, и они ему якобы сдают, и якобы он в плену. Вот эти вот три парня. Сдолга. И походу им надо убить Гурона. А встречаться они будут в Диких Землях. Потом идет диалог Воронина и Петренко. Они там разговаривают между собой. Ну, прикольный диалог, кстати, нормальный, ничего такого. Немножко наивный, но пойдет. Потом наступает глава номер восемь. Там описывают кровососы, которые питаются зомби на 208 странице. Тоже интересная штука. Типа, ни разу не слышал, что типа, мутанты между собой хотя бы... Ну, они немного друг друга, как бы, тоже там своя пищевая цепочка есть. Но первый раз я встретил то, что кровосос питается зомби. 208 страницы, засчитывать не буду. Ну, потому что тут, как бы, угорать-то не с чего. Ну, есть косяки, да, есть. Текст написан хорошо, опять же. Глава 9 начинается. Болотный доктор, 235 страница, о нем идет некое упоминание. Давайте посмотрим, что там такое. Слушайте, ну там было, короче, что-то, но я не могу на этой странице. Наверное, номер страницы неправильно записал. Ну, вот если Болотный доктор не первый раз, как бы, о нем сообщается, вот интерес Сидоровича, он часть завозит, там что-то еще потом. Там мы уже, здесь наши полномочия, все. И он упоминаться будет еще потом, что, как бы, как упоминание вообще, типа, герой Калуги, да, да, вот этот Болотный доктор, это герой книги Дом на болоте. Его часто эксплуатируют и часто упоминают другие авторы в своих книгах. Мы уже не раз это встречали. И это, наверное, хорошо, потому что есть какая-то некая целостность, хотя бы. Какой-то общий мир выстраивается, хотя у каждого автора он все равно получает свой в сталкере. Ну и, собственно говоря, там же идет бой. Это, по-моему, в конце восьмой главы. Я даже особо не выписывал, потому что интересно было читать, как он, значит, происходит. На заброшенной стройке состоится сделка. Ну вот это перед тем, как началась девятая глава. Состоится сделка о том, что, якобы, передать кальтерам монолитовцам. 16 монолитовцев приходят к месту встречи. Двое бойцов, долго переодетых, находятся с кальтером на верхнем этаже. Один в другой двухэтажной пристройке находится с пулеметом и гранатометом «Муха». Соседним контролирует поляну со стороны. Там идет словесная перепалка, то есть то-се. И, короче, они, монолитовцы, заходят после уговоров, как будет проходить сделка. Вот, завязывается бой, но это так. Вообще красиво все сделано. Один из, значит, этих, значит, там, по-моему, поляна сечет Корсара, с ним находится Бульбайк и еще кто-то, короче. И одного из них там убивает, не убивает, а тяжелое ранение получает, короче, один из долговцев. И кальтер в конце сваливает, говорит, блядь, ну, типа, побросил его, а там вот такой наивный товарищ, ну, такой сентиментальный. То есть бой переходит из 8 главы в 9, там кальтер еще до этого рассказывает про свое, ну, если все зайдет в тупик, то он готов, значит, тампул с цианидом лопнуть, вот, скушать. Еще одна, кстати, штука для инвентаря. Вот, она у него с собой, оказывается, есть. Сентиментальный долговец, как я уже сказал, вот, не брошу друга, он там чуть ли сопли не развязал. Потом начинаются догонялки с беготнёй, гаусс-пушки про аномалии глушков забывает, как бы, частично. И вот он долго убегает от них там, даже часть монолитовцев стала жива и, как бы, кальтер свалил стройки, там, через окно. Наемники, сплоченный клан. Лор это или нет? 244-я страница. Итак, вот. Будь это не так, с верхнего этажа высотки наверняка спустились бы больше наемников. Из чего это вдруг одним... Один из них бросился на утёк, а другим оставаться в здании. Наемники клан сплочённый, и воевать по принципу каждый сам за себя у них не принято. Как раз-таки принятый роман глушков. Как раз-таки наемники на той наемнике, что каждый там воюет сам за себя. Так, ладно, наемники в сталкере не сплочённый. Но это профессиональные бойцы, поэтому тут, как бы, не по лору. 244-я страница. Значит, отстреливают кальтера, они стреляют по нему, пытаются попасть, и случайно, либо специально, на пути, где он убегает, они стреляют в электру. И электра на них начинает переть, на них начинает скакать, как шар, короче, и расти в размерах. И выжигает, короче, эти четыре гаусс-пушки. Но там ещё не все, там ещё был преследователь, по-моему, два или три. Прикольно. Но не знал, что электры, они вообще, что аномалии, они имеют какие-то движения такие. Хотя нет, что такое было, по-моему, какая-то электрическая штука ползала. Наступает десятая глава. Так вот, кстати, во второй части, в Свинцоб-жакате, один из вот этих долговцев, он станет напарником, которых вот он, видимо, Корсар погиб, Бульба погиб, или, ну, кто-то из них, короче. Он во второй книге, он возьмёт его в напарнике, по-моему, если я не ошибаюсь, книгу вторую не читал. Продолжение или что это? Но там есть Кальтер, по-моему. Десятая глава. Всё было хорошо до 253-й страницы. Потому что на 253-й странице появляются коты-имитаторы. Это вообще что за мутанты? Я про таких не слышал. Может, они были в разработке игры, потому что книга, вроде, достаточно ранняя, она в самом начале серии писалась. Ну, в общем, коты-имитаторы что-то там имитируют. 253-й странице. Давайте посмотрим. Однако голос, что долетел до Кальтера, когда он остановился на очередную короткую передышку, издавала явно не псевдоплоть и не кот-имитатор. То есть, типа, ну, псевдоплоть я знаю, да, по лору она может всякие фразы создавать, там, просить о помощи. То есть, такая замануха, и она есть, я и в других книгах по сталкеру встречал, которые раньше читал. Ну, так вот, главное, самое интересное, что Снорк, Кальтер про Снорка не знает, а про имитатора знает. И немногие люди, которые увлекаются сталкером, знают, что вообще в разработке был такой мутант. Прикольно. Значит, он слышит, Кальтер добирается до некой конторы около железки, слышит детский плач. Кальтер находит ребенка, девочку завернутую. Я сначала думал, что это либо будет излом, либо какой-то бюрер, который прикинулся, да. Ну, вот такая имитация. Но это ребенок, зовут ее Вера, она же Верданди. Вот, она попала в катастрофу. Она может смотреть на Кальтера. Это единственный человек, который может смотреть на его узор и не отворачиваться. Девочка, значит, как сюда попала в зону вообще, как ребенок. Первый раз встречая в зону ребенка, хотя в более поздних книгах серии Сталкер, допустим, в продолжении, по-моему, книги Каратель, Хозяин Янтаря, там тоже дети. Вот. И ни в одной книге дети. И, наверное, это делалось для того, что много детей читало серии книг Сталкера и начали подростков прослать. Значит, девочка летела с семьей на гравикоптеры. Вылет был из Таймбота, это Небесный Паук. А летели они за Итинарием. По-сталкерски это артефакт Обруч Медузы. Спасибо. А, кстати, про артефакты. Вот когда была, значит, ящика, вот этот притащили монолитовцы на сделку, там, по-моему, был артефакт Начинать Звезда упоминался. Поехали дальше. Ну вот, значит, Обруч Медузы и наша, она говорит, наша сейчас из Сталкера, вот, Кальтера, это их раньше. То есть, в книге появляются, блядь, очередные инопланетяне. Спасибо, Рома. Без инопланетян сюжет бы не пошел дальше. Спасибо. Ну ладно, хорошо. Девочка начинает с ним как-то знакомиться, коммуницировать. Кальтер не особо на это идет, не особо с ней контактировать хочет вообще по инструкциям, ему надо ее убить, как бы, потому что это помеха какая-то там. И она немножко рассказывает про сериалы про Хемуля 10 сезонов. Значит, 268 страница Хемуля, кстати, я читал эту книгу «Зона поражения», там трилогия, по-моему, вот, мне концовка-то мне понравилась, но мы можем потом, если что, отдельно разобрать. Одна из самых первых книг по Сталкеру, кстати. Но Хемуль, сам по себе, Сталкер-то интересный. Так вот, про него у них уже вышло 10 сезонов, сериал целый. У девочки сейчас идет 2180 год. Ну, а тут она прилетела. Я вообще в некоторые моменты думал, что, как бы, Кальтер ебнулся просто. Вот все. Частья прав. 268 страница. У нас про Дикую Зону снято столько интересных фильмов, а сериал про Сталкера Хемуля уже 10 сезон по Центральному каналу показывает. Вот мы и решили слетать в тайм и в вояж, чтобы посмотреть, как все на самом деле происходило. Ну, там Сталкеры, Мутанты, Аномалии, Артефакты. Ну, то есть, вот так вот она рассказывает. Цель прилета, значит, зона у них в целом была и ее последствия. То есть, батя ее хотел там что-то написать, книгу, то документальную, как шел бой в этой самой дикой зоне, ну, зоне. И для этого он во времени хотел переместиться, и там про и тенарий, как бы новые какие-то открытия сделать. Вот. И он хотел это сделать самым первым, что-то пошло у них не так. И для того, чтобы это что-то не так починить, им нужен был вот обруч Медуза. Они за ним вылетели, их подбили. Вот. Родители ее погибли. Она смогла сбежать. Вот все. К конторе в это время подходят выжившие монолитовцы. Начинается бой, кальтер их побеждает. Побеждает очень реалистично, хорошо в целом написано. Опять же, на фоне, может быть, у меня глаз замылился на фоне именно тех книг, что мы уже с вами обозрели. Читать интересно, увлекательно. И у меня доебов особо на этот счет нет. Значит, побеждает, хочет уйти. И там потолок еще после этого боя. Ну, здание старое, там деревянные перекрытия. Падает балка, короче. И его задевает, он отрубается. И ребра он там сломал, пока с ними бился и так далее. В 11 главе кальтер приходит в себя. После боя и обвала вот этого потолка. Автомат находится у девочки за плечом. Ну, вообще красивая история. Как бы начинается, Глушков очень хорошо это все описывает. Что маленькая девочка с автоматом, там и так далее, ухаживает. За ним помогает. Диалоги у них интересные. Он хорошо это все описывает. Про канон сталкера. Сам пишет роман Глушков на 298 странице. Герданди следила за манипуляциями кальтера с таким видом, словно понимала, чем он занимается. А может, любительница исторически на хигинобоевиков прям понимала, какая беда приключилась с майором. Конечно, если фильмы о дикой зоне, ну то есть о зоне, снимаются по канонам правообладателя, а не по худшим голливудским штампам. Но штампы голливудские есть и в этой книге, к сожалению, тоже. И отступление от канона тоже есть в этой книге. И оправдать это можно для нее только лишь тем, что она была написана раньше некоторых деталей, которых мог узнать автор. Возможно. А может, он это и знал, но пренебрег. Хотя, вроде, ответственно, она достаточно написана книгой. То есть, тут отступление от канонов тоже есть. Опять же, когда мы дойдем до псевдогиганта. Ну и в целом, некоторые моменты, они как бы не каноничны. Опять же, главная проблема книг серии сталкера это отсутствие канона. Канон никто, видимо, не прописывал. И в какой-то момент серия была выпущена на самотек. Вот так, ребят. Они, значит, болтают. Она его перевязывает. Она перевязывает ему ребра. Вот делает некий корсет. Хактор хочет пройти той дорогой, что шел ребенок ночью. Она прошла 12 километров от места, где их сбили. И бежала ночью. И ни разу не попала ни в одну аномалию. Но Глушков это и описывает, что это какая-то невероятная удача. И идти обратно тем же самым путем есть риск. Потому что сталкерская удача, она бы у нее практически исчерпана. Вот в зоне, да. Есть такое поверье. Не возвращаться тем же самым путем. И, как бы, если тебе очень долго везет, значит, в какой-то момент в любой тебе может не повезти. Это как ты пять рейдов вышел в Таркове. Например, то же самое. Шестое обязательно может что-то случиться. Двенадцатая глава наступает. У меня уже потемнело. Я записываю вечером. Поэтому вот включил свет. Может, так даже лучше будет. Двенадцатая глава. Они идут по зоне в ночь. То есть, уходят с этой конторы. Встречают и насыпи псевдогиганта. И возвращаемся к анону. Ну, триста тринадцатая страница и описание псевдогиганта не каноничное. Хотя изначально, возможно, таким разработчики и видели этого мутанта. Да, ребят, посмотрел сейчас. Холодная кровь была издана в 2008 году. И контрольный выброс, и песочные часы были написаны позже. И поэтому, возможно, что да, некоторые моменты Роман Глушков просто не знал. Но поехали. Триста тринадцатая страница, тем не менее. Его бесформенная, прямоходящая и безголовая туша опиралась на пару нижних конечностей. Коротких и толстых, как пивные бочки. В отличие от них, верхние конечности псевдогиганта были раза в три длиннее его ног. Поэтому доставали почти до земли. Ну, то есть, их нет. Передних конечностей. Вот. Но, может быть, разработчик тогда думал, что будут. И они просто переделали мутанта. Поэтому вот так. Они залегают, лежат, ждут. И потом начинаются перегонки. Девочка маленькая и бежать тяжело. Перегонки с псевдогигантом. Он забирается по насыпи. Бежит за ними. Они резко поворачивают. Он, по имерции, после уже пытается повернуть. Но развил достаточно большую скорость. Он сваливается в болото. И они вроде как избежали погони. Но затем Кальтер зачем-то берет и возвращается. И гонит его в туннель, который находится под насыпью. Такая труба, короче. И он застревает в ней. И потом он его застрявшего оставляет там. Я не помню, взрывает он его или нет. По-моему, нет. Но зачем-то его туда загоняет. Хотя они вроде избавились от него. Тоже непонятно зачем. Тринадцатая глава. Наступает обед. Они недалеко от места падения. Начинается выброс. То есть это уже второй выброс, который герой переживает в книге. Они находят недалеко деревеньку. И, собственно, в погребе там пережидают этот выброс. Пока они находятся там, Верданди расспрашивает Кальтера. И делает ему предложение. Мол, давай ты пойдешь со мной. Найдешь мне образ Медузы. И я смогу вернуться к себе там на планетное свое состояние. Вот. Он подначал отказывается. Ну, потому что у него свое задание. Как ни крути, вообще он его как бы должен был убить. И сейчас она ему нужна только для того, чтобы пройти этот путь обратно к военным складам. Где как раз таки сбили ее родителей. Для того, чтобы выполнить там свое задание. Потому что ракеты, скорее всего, находятся там. И, скорее всего, оттуда вылетал вертолет с монолитовцами на Агропром. Вот. Такие дела. Вера раскидывает ему за жизнь на 350-й странице. А, ну, типа, когда он отказывается. Ну, это я не буду зачитывать. Ну, то есть, это уже такой достаточно взрослый текст. Как бы, и вряд ли 12-летний ребенок мог бы такое накидать взрослому мужику. Ну, короче, она его упрекает. Альтер пишет монолитовцам по поводу обмена Медузы. Ну, вот, с левого аккаунта. И выбирает новый путь. То есть, он наступает от своего задания. И, вроде как, тут называют. И у него нотки. Типа, чё, я сломался, что ли, столько лет служил, служил, служил. И тут, как бы, это его многие коллеги уже, как бы, конечно, на пенсии. И наступает 14-я глава. Путь к небесному пауку. Весь день и часть ночи они двигаются дальше. По зоне, медленно и так далее. Тоже, кстати, реалистично. Нормально. К сумеркам они дошли до таймбота. То есть, этого небесного паука. Девочка подошла и встретила система безопасности. Это такой голос. Короче, его зовут Светагор. Она сказала, что это мой друг. И система распознала его мысли и так далее. И они зашли в рыжий лес. Над которыми, собственно, таймбот на четырёх, по-моему, лапах таких больших. То есть, так нависает. Вызвали лифт. Они и обсудили план. План, значит, был какой. Сталкер шлёт монолитовцев. Он меняет эту плату на обруч Медузы. Вот зачем он с ним исписывался. И помогает девочке улететь. Вот так вот. Он соглашается. То есть, ей нужен обруч Медузы, чтобы улететь. А он им отдаёт то, что надо монолитовцам. А девочка пока ждёт в этом пауке, в таймботе. Сталкер ждёт сделки, значит, на поляне. А вокруг, кстати, таймбота там вообще... То есть, в этот круг никто не может влезать и идти, потому что у таймбота лазерная пушка стоит, она всех вокруг отстреливает. И он, значит, идёт на поляну, где я назначил сделку. Делает себе перевязку и заминируется. Он становится заминированным. Заминированным, да, говорите? Ну, ты думаешь, я шучу, что ли, сижу здесь от них уделать? Три килограмма взрывчатки на себя навесил. Она называется Кракотау. Пара индикаторов движения на подходе поставленная им была. Там, где за холмом могут прятаться монолитовцы, вдруг он придёт не один. То есть, он одному как бы стрелку забил. Ну, один, собственно, пришёл. Пришли, мы придём одни. Вот. Но те за холмом остались, но он об этом знал, по крайней мере, для него не было как бы неожиданности. Про ПДА, кстати, он почему-то уже забыл, хотя он в ПДА ещё мог увидеть, что кто-то подходит. Не знаю, зачем ещё какие-то индикаторы, ну ладно. Подходит чел, начинается обмен. Обруч, он достаёт этот Медузы. Тот достаёт плату, держит её в кармане. И этот тип, который к нему пришёл, кладёт этот обруч Медузы на железный контейнер, который его принёс. И случаются аномальные времена. Оказывается, этому артефакту нельзя с металлом взаимодействовать. Вот. И он зависает вместе с продавцом. Вне времени из-за холма идти, типа, подтягивают. Спокойно заходят в этот шар аномалию. Забирают у него эту карту. И, собственно говоря, такая штука случается. А вот теперь надо вспомнить. Аномалия перестает действовать, они обручат, убирают железки. И, значит, ему говорят, ну всё, тебе, короче, хана, он говорит, и брен, я тебе помогу вас провести. Вы видите, что я, типа, сейчас могу зайти в этот круг в лес, и меня не убьёт. Вот. Вот они такие, ну давай, ну ты пойдёшь с нашим человеком. И он плотно к нему так идёт, чтобы его не убил лазер этот. И вот, и они вот так идут, 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 типа, на ебать систему. А что он такой, типа, а как ты пройдёшь его спрашивают? Он говорит, я обручь буду в руке держать, типа, ну он их наебывает. Я буду обручь держать в руке, типа, и попрошу систему, типа, снять заслон. Они такие, ну давай посмотрим, он пошёл, значит, с этой, с этим типом, дошли, они говорят, ну теперь всё, давай обратно. И, короче, он-то обратно не хотел, вот, он хотел как-то вырваться, а тут прям у него ствол упер, между лопаток, сзади идёт, и ремешок мы сюда сделали, чтобы он не вырвался. Припол. И он этому типу говорит, блин, ты, типа, давай, я с тобой поделюсь, там погас много, нахер, нахер, они тебе не нужны, типа, давай, предай, а тут нет, тут парень оказался бедный, но они начали перепираться, тут запнулся, короче, когда упал, вот тут же сожигула, короче, лазером. А этот еле успел отскочить, типа, ну, кальтер. Те начали по нему стрелять, а попасть они не могут, там, заслон такой, типа, и пули туда не пролетают, и зайти они туда не могут. Ну и он вроде как их, как бы, всех и наебал, получается. Вот так. 15-я глава закончилась, начинается 16-я глава. Осталось всего 3 главы. Прошло 12 часов после расставания с Ерой, вот эта вся делега делилась только. Девочка под пауком попала в аномалию, она хотела ему на встречу пойти, когда по ней стреляли, и попала в аномалию. Аномалия называется колодка, и заплатила, значит, ногу, часть ноги и ступню. Вот, и в фильме про Хемуля был способ. Ну, кальтер пытается решить это, и она говорит, в фильме про Хемуля был способ. Значит, какой? Когда товарищ Хемуля туда попал, они, как-то, заманили этого Снорка, Снорк засунул твою ногу или руку, короче, и спасся. Ну, когда Снорк атаковал сталкера. Вот, и в эту колодку попал ногу, и, типа, если у тебя есть какая-то замена, то есть, одна попала, у тебя, ты сунешь другую, то первую ты можешь вытащить конечность. Вот так вот работает эта штука. Интересно, кстати. Ну, и, собственно говоря, кальтер делает пик, что он ищет решение этой проблемы, но не находит. Вот, и он сует свою руку. Девочка-то этого не знает, что он вытащить её обратно не сможет. Очень. Она вытаскивает ногу, однако сам он остаётся в плену и говорит, типа, едь наверх, сейчас с тобой поднимусь. И очень драматичная ситуация, наступает, он отстреливает все кости, но обкалывается там всем сначала, конечно, и перерезает руку. Ну, тоже, кстати, интересно, снял он драматически, такая штука, пожертвовал. Ну, 17-я глава наступает, и Верданди хочет кальтера в будущее забрать с собой, типа, вот у нас есть теперь с тобой артефакт, давай свалим. Вот, ну, а тот-то, типа, который подемонстрировал, сказал, у тебя пару часов, мы сейчас прилетим, как бы ёбнем по пауку этой новой, наверное, разработкой российского ВПК, ракетой этой пургады. Вот, и иногда девочка, когда уговаривает его поехать в будущее, она аргументирует абсолютно как взрослый человек, вот, гораздо старше себя. После идёт атака на этот таймбот, на небесный паук, там начинается душный штурм, в конце книги читать было мне абсолютно тяжело, начинается полный разнос этой херни, потому что эта пурга выстреливает, она выстрелила, и ракеты около зоны работы защитной системы паука не успели выстрелить, потому что ракеты испарились. Просто оказывается, там какие-то штуки пробрались, там какие-то нано, что-то такое, какие-то частицы пролетели, пыль какое-то, облако появилось, а вот это облако как-либо хапануло всё. Вот, кальт разбивает вертолёт, на котором 6 человек десанта, часть этого десанта успевает запрыгнуть на паука, начинается возня, начинаются варианты атаки описываться, отвратительная душная боёвка начинается, то есть к нему туда запрыгивают, ну вот в эту халупу, да, в кругу, вот это такой круг, короче, на четырёх ногах стоит. Вот, с ним начинают воевать, он перестреливается, потом один тип набрасывается на него, и он ему закрепляет, на забрали мину в сжигающую замке, на ему сжигает голову, то есть там вообще, вот, потом начинается рукопашный бой непосредственно с Гуроном, ну и собственно, самое-то главное, что я сказал, там, про Гурона все забыли, Гурон этот приходит на сделку, ещё вот, когда он обруч Windows попросил, Гурон приходит на сделку, и как бы, вот его-то и надо было убить, вот, и начинается рукопашный бой с Гуроном, вот того, там уже руки нет, он все кисти ампутировал, и здесь как бы Гурон бьётся против Кальтера, Идеец против Иола, а Идеец это Гурон, потому что он похож на Идеец, а Иол это Кальтер, потому что он представлялся Иолом, когда сделку назначал, также эту пару можно обозначить как особист и монолитовец, потому что Кальтер ему там, когда вот они его первый раз захватили в аномалии, тоже рассказывал ему, что он типа особист по документам, ну а не документы, мы у него проверили, драка, значит, начинается, Кальтер выбрасывает нож после неудачной атаки, то есть на него с ноги летит этот Гурон, тот во время его атаки выбрасывает нож, но не попадает по нему, то что он блокирует, то он нож просто выбрасывает, ну очень продуманный нормальный вариант, в принципе, почему нет, без ножа-то легче. Гурон становится типичным злодеем, и фразы у него такие же, Кальтер кидает обруч, ну то есть он там что-то отскакивает, дерутся, короче, он к этому обручу добирается, вот, он кидает обруч и различает этим эпизод, потому что Гурон замирает. Начинается 18 глава, Вера улетает домой на этом боте, то есть подчинить полностью паукам не получилось, потому что это какой-то не тот артефакт, он либо очень молодой, либо что-то он не подходит, он подходит только для того, чтобы заленить одну капсулу, на которой можно улететь, а Небесный паук самоуничтожится, полная трэш, короче. Кальтер, значит, отправил её, она сказала, что когда-нибудь за ним прилетит, надо просто подождать, и пошёл вниз. Вышел на улицу, ветер для него перестал быть вот этим чужим ветром, который описывается, и он понял, что он обжился в зоне. В этот момент на связь выходит стратег, стратег это, вот, короче, его куратор, ну, он его упоминает по ходу книги, там, ну, какая разница, как вы его знали, раньше бы я его упомянул, а сейчас на сюжет абсолютно, то есть плевать, ну, для обзора. Он выходит к ним с вопросами, и он в курсе, что произошло, вот, он, типа, ты ничего не попутал, Костя, его Костя зовут, Костя Кумприянов. Он говорит, типа, ну, вот, вот так вот вышло. Они всё это дело, оказывается, видели, потому что есть перламутровое око. Что вообще, я в этот момент, это спутник, короче, оказывается, который летал, и всё видео, как он с девочкой сюда ходил, но есть перламутровое око. Со спутника в зону не видно, потому что там же облаками постоянно тут, чем всё затянут. Как они это увидели, как они это разведели, должна же быть безоблачная, как бы, атмосфера. А там же постоянно облака, там, и солнце практически не бывает. Я не понял вот этого вообще, то есть это реальный косяк, который есть в книге. И он рассказывает, ну, вот, Вера, там, это, я вообще его мечу в будущее и так далее. Я помогал ребёнку, а то там, говорит, какому ребёнку? Ты один ходил? Да, говорит, НЛО сбили, но девочку, там, друг девочки нашли, там, в 12-7 километрах, её растяжал, всё, да, гигант, никакой девочки не было. Ты один всё это время? Ты зачем, говорит, себя руку отстрелил? Отстрелил, представляете? Ну, такая тема. Ты зачем себе отстрелил руку? Говорит, понять этого не могу, типа, ты же один, там, был, тебе никто не мешал. Зачем ты туда сунул руку? И, говорит, зато удивительно, как ты прошёл, мы тебя столько учили, там, какой-то у тебя навыки такие, что ты смог систему эту инопланетную безопасность обойти. Вот, ну, короче, веру никто не видел, девочки-то и не было. А был не мальчик, да? Вот, а девочки-то и не было. И ведомстве поняли, как бы на этом момент он начал орать, типа, так как не было, ты мне всё врёшь, она не мертва, она вот сейчас в балку буквально вот улетела, вот. Ну, ведомстве такую голову почесали, такие, ну, блядь, кальтер ёбнулся, как бы, это, говорят, ты, это, они мы сначала звали, он говорит, они нормально всё, мы тебя подрядчиком, это он, когда начал на них гинать, они говорят, слушай, ты, наверное, не возвращайся. Ну, вот, ты тогда там оставайся после таких заявлений, вот, и живи там. Ну, и всё, собственно говоря. На этом всё, это описание сюжета такое. Знаете, да, не сильно, конечно, такой большой разнос, как с теми двумя предыдущими, но таких книг много, но вот это более-менее удобоваримое. Ну, и переходим к выводам. Порой долгое описание, это и минус, и плюс, потому что иногда описание очень хорошее, а в некоторых редких моментах описание очень долгое у книги. Ещё один вывод. Кальтер – это Рэмбо, но хорошо описанный Рэмбо. По сравнению с контрольным выбросом, опять же, и песочными часами. Это плюс. Ещё один вывод. Когда герой не в тупике, боёвка хорошая, но не без штампов, и поэтому это и плюс, и минус этой книги. Лужков пишет хорошо. Ещё одно доказательство – это описание контроллёра, например, как он описывал, когда Кальтер увидел контроллёра. Ещё один вывод. Хорошее описание мутантов, не считая псевдогиганта. Ну, потому что он немножко не по канону, опять же, автор мог этого не знать, поэтому плюс. Но решение сложных задач даётся автору криво. То есть, он сам загоняет героя в тупик, и потом находит не очень логичное решение выхода из этой ситуации. Но вот когда он откусил руку, да, отрезал, это было интересно. Вот, это было интересно. Опять же, спойлер небольшой. В книге есть сталкерская атмосфера. Лужков пишет интересно, хоть иногда сам загоняет ситуацию в состоянии абсурда. Но он увлекательный. Давайте за это ещё отдельный плюс поставим. Иногда девочка, то есть, одна из героинь, да, вот эта, которая встречается, она размышляет как взрослый человек. Это минус. Очень много именований главного героя. То есть, это и Кальтер, это Интрудер, это Константин Кубриянов, это Мизантроп, это Эол, это Ассагист, дядя Костя, потом папа Костя. Ну, не знаю, по мне это минус. Это минус. Сюжет и история. Значит, это, пожалуй, плюс, и это благодаря автору. Вот. Благодаря его языку. Атмосфера достойная. Это тоже плюс. Герои книги интересны. Единственное, не считая того, что, да, у нас главный антагонист, который как бы появляется, ну, не в самом начале, но превращается просто в злодея. Такого злодея. Вот. Но в целом герои хорошие. Диалоги хорошие. Штампы. Отдельные составляющие добавил. Есть, но немного. Культ особенного героя. Он ярко выражен. У нас вот есть с чем сравнить. Я очень часто буду сравнивать с другими книгами в парадигме, да, в такой. Вот. С оговоркой и сравнением уже прочитанных книг. Вот. То, что я уже разбирал. Мечта на поражение тут как бы явно выигрывает, да. Если убрать именно героя, то понятно, что мечта на поражение пока лучший герой, которого мы с вами разбирали. Лучший персонаж тут как бы сложно. Методом исключения давайте разбирать. Это не Гурон, не Долговцы. Выбор стоит между Кальтером, Верой и Сидоровичем. Но ловился я на мысли, что продолжение под названием «Свинцовый закат» я бы прочёл. Поэтому, пожалуй, пусть будет Кальтер лучший персонаж этой книги. Аномалии, которые встречаются, мог что-то выпустить, но это карусель, электростудин и вот колодка. Что-то ещё там воронка, может, упоминалось и так далее. Трамплин и так далее. Артефакты, «Начная звезда», если не ошибаюсь, «Обруч Медузы», ну, ещё какой-то шар там был, который, да, заблокировался сжиг-ракет. В целом, немного, там вообще был целый ящик, но мы как бы этот ящик разбирать автор не стал. Вот. Толку-то тогда получается. Мутанты, слепые псы, псевдопод, собаки, снорк, кровососы, контролёр, псевдопод, псевдогигант, зомби, кровососы, это понятно. В общем, да, мнение, как бы, моё про эту книгу. Глушякова прочитал бы ещё раз. Ну, то есть, следующую книгу я имею в виду. Вот. Оценка у меня варьировалась по десятибалльной шкале от шесть, то шесть, то семь, то восемь, пока я читал, я прикидывал. Ну, в общем, пусть будет семь из десяти. Да, да, семь из десяти, и я считаю, опять же, в фоне прочитанных книг это хорошая оценка. Ну, и, парни, теперь инвентарь, теперь идём в Тарков, посмотрим на Кальтера, то есть, что, сколько эта тема вся будет весить, которую он с собой оттаскал, столько дней, вот этот весь, всё его оборудование. Давайте зайдём, посмотрим, соберёмся, это будет таким бонусом для данного выпуска. Ну, а вы не забывайте, что стримы идут на ВК-плей, уникальный контент, эксклюзивный и ранний доступ и все новости инсайда у меня находятся на Boosty, подписывайтесь, поддержите, тогда видосы будут ходить чаще. Но, мы погнали. Итак, собираем первокласску в школу, а точнее, собираем сталкеров в Таркове, для сталкера, посмотрим, сколько вообще это всё дело у него бы вышло. Ну, вот, короче, изначально, да, у него там по описанию книги и уникальный какой-то камуфляж, ну, пусть будет вот этот вот уникальный камуфляж, наушнички мы его оставим, вот, затем касочку, уже 6 кг, у него есть ПНВ Ноктюрн, он со встроенным этим тепловизором, понятно, так, но у него тут ключей, да, допустим, нет, инъектора у него есть, инъектора у него есть, бронежилет, разгрузка, ну, бронежилет, давайте посмотрим, что у меня есть, бронежилет у него такой новомодный, давайте это будет редут, да, плюс-минус, разгрузку возьмем вот эту, которая побольше, уже 21 кг, плюс-минус, рюкзак сейчас возьмем, пусть будет пилигримчик, ну, можно, конечно, пассажирить не взять, но вот, уже как-то вот так, да, собран, чел, который сюда идет, прослушивающее устройство, прослушивающее устройство, давайте в радиоэлектронике, посмотрим, пусть будет прослушивающим устройством, ладно, военная флешка, окей, окей, подствольник, дротик, подствольник, дротик, вообще подствольников у него несколько, поэтому, ну, давайте, условно говоря, там, ну, штук 5, что раз 5 он выстрелил, да, вот, мы возьмем 5 штучек, лебедка, лебедка, ну, для этого возьмем, пусть паракорд будет у нас, есть паракорд, нет паракорда, давайте найдем, так, лебедка, аэрозоль для обнаружения растяжек, вот, вот такая вот тема, это у нас будет, пусть репеллент, так, это будет у нас, вот такая вот штука, сверх новая, светошумовая, давайте возьмем, светошумовые, ну, пусть будет, штучки, штучки 3, есть, заряжен пацан, миниатюрные прослушки, ну, пусть будут, маячки, да, это прослушки, а, они у нас, вот, три у нас уже есть, поэтому, успокоимся, читерский ПДА, давай еще Чигейгера возьмем, за тридцатку, там-то его за казенный счет одевали, а тут я за свои одеваю, между прочим, читерский ПДА, ну, читерский ПДА, пусть будет, плавно говоря, ну, вот, может, телефон, какой сломанный у меня есть, ну, пусть будет он, так, это сюда, это сюда, 28 килограмм, ВМК-нож, ВМК, это у него АУК, затюненный, поэтому, мы просто АУК сейчас найдем, у него он с подстворником, поэтому мы еще подстворник, плюс ко всему берем, но подстворник на АУК не крепится, но мы знаем, да, что, как бы, ну, вот, для веса, пусть будет, я сдвинул рамочку, чтобы, чтобы вам было видно, ну, какой вес, у него есть нож, нож давайте возьмем, гранаты у него, еще три штуки, гранат, есть, гранаты на месте, 35 кг уже имеем, кстати, к этой штуке, магазины, телемагазина, стандартную упаковочку, снаряжаем патронами, и что надо взять, надо взять росы, правильно, взяли росы, 37 кг, плюс к подстворнику, у нас гранаты есть, если что, мины и 3 кг взрывчатки, ну, что же будет у нас минами, то господи, тротиловая шашка, нам же на против, условно говоря, пусть это будут мины, по 200 грамм, 3 кг, предмет нужен, который весит 3 кг, вот это килограмм, но в целом щелочь, она по килограмму, просто еще одну купим, уже 40 кг на нем, ампула с цианидом, и витамины, но витамины у нас, надеюсь, есть, да, вот витаминки, патроны, есть, выжигатель замков, ну пусть выжигателем замков будет, ну, типа вот этой ключнице, да, так, пнв, есть, еда, вода, мини-кошка, бля, мини-кошка, еда, вода, да, допустим, там у него была, какой-то сухпайок, я думаю, давайте, типа, вместо сухпайка, ему кинем гречки, водки, ну, как-то так, ну, вот так вот собран, короче, наш тип, вот так вооружен, это кальтер, и просто мне было интересно, да, какой же вес он на себе, примерно, у него с померком Таркова, да, ну, 45 килограмм, я думал, все будет хуже, потому что, Глушков написал очень-очень много, ему экипировки, вы сами видите, сколько он, альб одного на себе тащил, это действительно много, вот, еще инструменты, плюс ко всему, там должны быть, потому что, там у него еще был, инструменты, которыми он народовал, когда снимал, то самое, ну, с установки снимал плату, вот, поэтому, ну, давайте просто посмотрим, сколько стоят инструменты, и по весу, и добавим, так, набор инструментов весит килограмм, ну, то есть, где-то примерно, у нас, что получается, 46 килограмм, он на себе тащил, ну, где-то вот так, мишку картошки, почти, почти мишу картошки, вот, он еще неплохо бегал, со всем этим, вот, в чем дело, перемещался довольно-таки быстро, вот, и аук, вся вот эта вот тема, ну, собственно говоря, вот, мы его и собрали, в рейд, нашего сталкера, но я думаю, прикольные эксперименты, возможно, в каких-то из книг будет и похуже, ситуация, вот, когда там действительно, человек на себе будет очень много всего вести, но на самом деле, по меркам Таркова, не так уж все и плохо, сколько он на себя нес, единственное, что, большими предметами своего инвентаря, он не пользовался, вот, в этом вся проблема, но на этом все, господа, не забывайте подписываться, всем всего доброго, пока, и до скорых встреч, не забывайте, чтобы все ранние доступы на бусте, прямые трансляции, навыка плей, ну, все, все, пойду зачитать следующую книгу, следующая книга у нас, обратный отчет, вот так, все, всем пока,